Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 21 июля. Продолжаю дегустировать томаты гиганта. Я вот в предыдущем видео уже рассказывала, что у меня на столе. Ну вот сколько вмещается, столько и накладываю. Тут 315 номер, египетская ладья, 307 лукко, это хорватские. О каждом буду рассказывать отдельно. Тут вот наш номер 48 чудо сада, номер 306 зарос Коваловско око. Все они, смотрите, какие красивые на срезе. Я сейчас о каждом по очереди отдельно буду рассказывать. Начала я с сорта лукко, уже рассказала про него. Следующий будет номер 315, египетская ладья. Про предыдущий номер 307, вот этот хорватский сорт лукко, я сказала, что у него томатный вкус, приятный, сладковатый и чуть-чуть все равно присутствует кислинка. Традиционный такой вкус. Сейчас попробуем египетскую ладью. С египетской ладьей нужно быть осторожным, потому что вот у меня в теплице, я посадила в теплицу, она вымахала под самый потолок. Это индетерминатный сорт, он очень-очень мощный такой. Но вы понимаете, чтобы держать крупные плоды, он индетерминатный, продолжает расти на протяжении всего, всей жизни растения. Мне верхушки пришлось обрезать, потому что уперся в потолок, сгорели верхушки. Опустить его нет возможности, у него ствол очень толстый, но томатное дерево, я уже сказала, он может и 2, и 2,5 верта. Конечно, обязательно подвязывать, конечно, обязательно посынковать. И читала я в интернете, что самые высокие результаты удается получить при формировании в один или в два ствола. Но если вы хотите получить самые крупные плоды, то нужно все-таки формировать в один ствол, тогда плоды могут быть даже килограмм весом. Я никогда не нормирую, да, у меня нижние были крупные кисти, но вот на следующих идут полкило, 400 грамм разные. Вообще он, я читала про него в интернете, он считается одним из самых урожайных сортов вообще. Он довольно-таки устойчив к заболеваниям, он, конечно, может заболеть, но, наверное, в последнюю очередь. Также его можно выращивать и в теплицах, и в открытом грунте я выращивала в теплице. Не требует никакого сложного ухода. Среднеспелый вид, и у меня он начал зреть уже давно, я еще когда 6 июля первые хотела описать, но так как были видеообзоры многих-многих сортов, я просто не успела. И вот именно те были у меня такие, в честь которых дано название египетская ладья. Вот смотрите, про них сказано, что у них форма плоско-округлая, а иногда в виде лодки. И именно отсюда пошло название вот это вот египетская ладья. Вот у меня сейчас уже, конечно, не первые они, а первые они были плоско-округлые, вот бывает как и немножко вот так вот согнутые, вот так вот, да, лодочкой. Вообще смотрите, какой цвет насыщенно-розовый, особенно внутри. Внутри цвет доходит до такого, до темно-бордового. Сейчас я его буду дегустировать и скажу вам. Ну, я уже его ела из предыдущих партий. Несмотря на то, что томат сладкий, мякоть сладкая, но все-таки это не десертный томат и не тот, который поразит вас сладостью. Это томат традиционный, с томатным вкусом, все у него нормально. Можно сказать классический томат, просто у которого вкусная мякоть, приятная и нет кислого. Вот его съешь, неохота сморщится, именно вкусный. Конечно, такие томаты это универсального назначения. В первую очередь идут и в салаты, а потом соки, томаты заготовки, кетчупы и пасты, все. Вот это номер 315, египетская ладья. Это крупный, вкусный, но очень мощный куст. Все, пойдем дальше в чудо сада.